Всем привет! Меня зовут Лиля и сегодня я хочу показать вам одежду из китайского интернет-магазина SHIN. Я с ними сотрудничаю, поэтому у меня есть возможность примерять на себя разную одежду, экспериментировать, вас радовать, подсказывать вам таким образом, как это будет смотреться на реальных девчонках и как это смотрится на картинке. Я вам все сопоставляю, все примеряю, все показываю. Конечно же, у меня есть для вас промокод. Если будете делать заказ, не забывайте. Таким образом, ваша покупка станет еще более выгодной. Давайте сразу же оглашу свои параметры, чтобы вы уже могли как-то примерить это на себя, так скажем. Мой рост Медер 67, параметры 113, 103, 113. И сразу же хочется отметить, что параметры, указанные на сайте, это не параметры вашего тела. Это параметры именно одежды. Поэтому ориентируйтесь, смотрите. Плюс там еще внизу указаны параметры модели, которые демонстрируют эту одежду, ее рост. Так тоже удобно довольно-таки ориентироваться. Ну и, конечно же, есть отзывы и я, которая вам все-все-все расскажет и покажет. Что касается доставки, то сейчас она уже чуть побыстрее работает. Некоторые мне часто пишут, спрашивают, Лили, хочу заказать купальник, поехать в отпуск. Не рискуйте. Вот честно, я вам не советую рисковать и заказывать. Лучше вот прямо, знаете, некоторые заказы идут месяц. Вы же не будете ждать, вы уже с отпуска приедете, только тогда купальник к вам приедет. Так что заказывайте пока заранее. Как-то можно все вот это вот наладится. Будут опять заказы пулей приходить. Ну что, давайте приступать к обзору. Я вам все покажу. И, знаете, хочется немножечко опять-таки опередить события и сказать, что этот заказ для меня лично оказался, наверное, не таким удачным, как предыдущие. Я являюсь обладательницей скромных бедер. Они у меня не такие округлые, как хотелось бы. Так, конечно, одежда смотрится еще лучше. Что касается самой одежды, она неплохая. Мы, конечно, по поводу каждой проговорим, потому что качество хорошее, пошив хороший. Но вот просто на мне это не так здорово смотрится, как на девчонках с более такими округлыми бедрами. Ну что, давайте все разберем. И первое, с чего мы начнем, это футболка, которую вы видите сейчас на мне. Давайте сяду чуть-чуть в сторонку, чтобы вам здесь демонстрировать. И, кстати, обязательно напишите, что вам нравится, что не нравится. Да, что бы вы ушили, может быть, что-то добавили и так далее. Вы мне таким образом действительно помогаете. И мы с вами в комментариях обсудим, что и как мне дальше делать. Я читаю все, вы знаете, лайкаю и отвечаю. Итак, что касается этой футболки, я выбрала размер 1XL и это 100% хлопок. Конечно же, меня привлекла надпись, вы заставляете меня улыбаться. Я уже несколько раз эту футболку стирала. В тряпку, как вы видите, она не превратилась. Зачастую 100% хлопок может плохо себя вести и превращаться в такую непонятную тряпку, которую в лучшем случае только дома носить. Как вы видите, на мне эта футболка смотрится довольно-таки свободной. Наверное, если бы я заказала на размер меньше, то я бы в ней смотрелась чуть собранней. Но жарко и не хочется подчеркивать свои недостатки, поэтому я думаю, что нормально. Если что, буду носить ее дома. А так она очень милая, приятная к телу, 100% хлопочек, тело дышит. И с этой футболкой я планировала носить джинсы. Джинсы меня многие просили заказать, показать, как они смотрятся, ожидания, реальность. И, пожалуйста, смотрите, на модели, на картинке они выглядят прям, знаете, в облипочку, как лосины. А я же получила, наверное, больше джинсы бойфренды. Ошиблась в размере, однозначно буду относить их к швее. Выбрала я размер 2XL. Сами по себе джинсы обалденные. И мне очень нравится то, что они именно сидят как бойфренды. Если их еще немножечко подвернуть, мне кажется, вообще будет смотреться огонь. Я их подсоберу просто под себя, потому что они на мне свободны. Ну, вы понимаете, при носке они еще немножечко растянутся. Они довольно-таки стрейчевые. Я выбрала размер 2XL. Вся фурнитура, все бусины выполнены потрясающе. Они не отвалятся, потому что с обратной стороны это вот такие вот клепочки. Сейчас я вам поближе их покажу. Вот видите, вот таким образом они зафиксированы, поэтому никуда не денутся. Ничего не оторвется при стирке, и все будет замечательно. Джинсы тоненькие. Можно их смело носить в прохладное летом, что я и собираюсь делать. Так что, я думаю, вы их на мне еще увидите. Но, если будете заказывать, берите на размер меньше. Мне сейчас очень нравятся джинсовые вещи, поэтому я решила рискнуть и заказала себе джинсовый комбинезон с шортиками. Ну, вот посмотрите, как выглядят на мне. Ну, как-то вот, наверное, все-таки нет. Да, девчонки? Я выбрала размер 2XL. Если бы я выбрала на размер меньше, то мне бы было тесновато все-таки в талии. Повторюсь, она у меня 103 сантиметра. Но, что касается верхней части, я думаю, если бы она была чуточку уже, то я бы смотрелась более компактно. А что касается самих шортиков, они довольно-таки комфортные, свободные. Мне нравится то, что они с подворотами. Теперь я уже продемонстрировала вам, могу теперь таким образом показать. Шит комбинезон хорошо. Претензий у меня нет. И, скорее всего, я его буду пристраивать, смотреть, как будет выглядеть он на других девчонках. Здесь вот такие вот потертости интересные, да? Как бы такой модный комбез. Сами кармашки правильного размера. Не так, что, да, на большой попе маленький кармашек. Все вроде бы как хорошо, но просто не создан комбинезон данный именно для меня. Напишите, как вам. Да, нет, буду еще присматриваться. И еще из джинсовой ткани я выбрала очень красивый сарафан. Девочки, если у вас, знаете, прям отчетливая фигура, песочные часы, прям обратите свое внимание. Будете конфетка. Несмотря на то, что, да, у вас там может быть лишние килограммы, этот сарафан вас очень красиво украсит. Но я уже сказала, что у меня нет ярко выраженных бедер. Поэтому вы видите, что сарафан на мне просто прямо смотрится. Я выбрала, если не ошибаюсь, размер 2XL. Я уже здесь отрезала, так как относила этот сарафан к швее. Там был сразу же сарафан с такими округлыми формами. И на мне это смотрелось просто непонятно, что это за свободные части на бедрах. Также мне пришлось немножечко ушить этот сарафан в груди, потому что большеват. Так что, если вы берете этот размер, и вы обладательница пышной груди и отчетливо выраженных бедер, то девочки, будет смотреться вот так. Здесь у нас идет стрейчевая ткань, которая хорошо растягивается. Мне кажется, лучше было бы, если этот сарафан был чуточку плотнее. Потому что так, я думаю, фигура бы собиралась хорошо и держалась. Но стрейчевая ткань настолько комфортно, настолько удобно. Здесь довольно-таки тоненькая ткань. Теперь я могу вам показать поближе. И знаете, что мне хотелось бы еще? Чтобы вот эта вот часть здесь была бы более плотная. Потому что, если она на вас не сидит прям идеально, то вот эта вот немножечко морщится. Я так как уже подогнала под свою фигуру, то смотрится она мне довольно-таки неплохо. Вырез красивый, довольно-таки интересный. Грудь хорошо в нем смотрится. Сам сарафан мне нравится. Но опять-таки, если бедра такие вот округлые, то будет очень круто смотреться. Ткань приятная, хорошо сшита, нет никаких посторонних запахов. И представлен на сайте в трех расцветках. Я выбрала среднюю по интенсивности. Есть еще более темная. Думаю, она тоже будет неплохо скрывать вашу фигуру. Так что есть где разгуляться. Хорошая длина, разрезы, кармашки, все как надо. Следующее, что я вам покажу, это сарафан, в котором вы меня уже видели. Я снимала в нем влог. И, девочки, он мега крутой. Несмотря на то, что некоторые мне написали, Лиля, это такая спорная расцветка в виде крупного горошка и красная. Что за бред? Я не понимаю. Ребят, относитесь к вещам проще. Я вижу себя в зеркале в этом платье гораздо стройнее. Оно, кстати, представлено в двух расцветках. Такой вот ярко-красно-оранжевым и нежно-нежно-розовый. По-моему, припылено-розовый. Вот этот вот прям летний замечательный сарафан, который с удовольствием можно носить каждый день. За счет рюшечек они здорово собирают. Посмотрите, как они выполнены на спине. То есть, видите, вот ширина сарафана, а рюшки идут здесь. Если у вас широкая спина, за счет них вы будете хорошо собираться. Здесь у нас пуговички, которые идут до самого низа. Я бы, наверное, все-таки пуговички прошила в груди и на животе, чтобы, когда вы садитесь, они не расходились. Так будет гораздо комфортнее, не будет видно вашего нижнего белья. Здесь у нас отрезная талия, которую вы собираете с помощью пояска. Мама тоже примеряла это платье и говорит, что да, в нем она чувствует себя гораздо стройней. Классное платье, здесь очень легкая ткань. Вот знаете, вы идете, и она вот так вот летящая, раздувается. Если жарко, быстро просыхает, не впитывает в себя запахи. Здоровское. Я прям советую, присмотритесь к этому сарафану. И последнее, что я вам сегодня покажу, это платье, которое выбрала для себя моя мама. Обратите внимание, какое оно нежное, красивое, милое и романтичное. Но, к сожалению, оно не подходит девушкам, у которых есть животик и бока. За счет того, что там есть резинка, довольно-таки объемный подъемник, то вы смотритесь, как бабы на чайнике, как говорят. Но само по себе платье очень приятное. Здесь у нас такая идет морлевка и вышивка. Давайте я вам покажу поближе. Кстати, эта ткань абсолютно не тянется, за счет чего мама опять-таки говорит, что чувствует некоторый дискомфорт. Вот здесь мы его будем перешивать, однозначно убирать резинку. Либо здесь будет такой, знаете, широкий пояс, либо просто прямое платье. У нас замечательная швея, которая делает все наши невероятные желания. Прям, знаете, мы ее иногда реально мучаем. Но вещи получаются очень красивые. Это платье в размере 2XL. Я вам пропишу, наверное, внизу и параметры моей мамы, чтобы вы понимали, как это платье будет смотреться на вас. Но еще раз хочу повториться. Если у вас есть животик и бока, то проходите мимо, мои хорошие. Вас это платье украшать не будет. Смотрите, как смотрится на маме. Кому-то, может быть, это понравится. Я что-то прям закритиковала. Кому-то, может, нравится вот такое вот а-ля принцесска, такое пышное платье. Ну что ж, мои хорошие, это все, что я хотела вам сегодня показать. На сегодня мы с вами заканчиваем. Надеюсь, мой обзор был для вас полезным. Не забывайте про промо-код. Так ваша покупка станет еще выгоднее. Ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И совсем скоро мы с вами увидимся. Пока-пока!